Социальная защита граждан с ограниченными возможностями, их вовлечение в общество и обеспечение занятости является одной из главных задач государства. По поручению Акима области Галии Скалиева был создан портал Янбек Колдау, который станет виртуальной площадкой для обеспечения занятости трудоспособных граждан с ограниченными возможностями. На сегодняшний день в области проживает более 24 тысяч граждан с особыми потребностями, что составляет 3,7% от общего числа населения региона. Среди них трудоспособных граждан свыше 8 тысяч. Однако уровень трудоустройства граждан данной категории остается на низком уровне. Основной причиной является незаинтересованность работодателей в обеспечении занятости граждан с ограниченными возможностями. В соответствии с Законом Республики Казахстан о занятости населения, квота обеспечения занятости инвалидов составляет в размере от 2 до 4% от числа рабочих мест. Здесь главным вопросом, возникающим при исполнении работодателями обязанностей перед законом и принятием инвалидов на работу, является поиск нужного специалиста. В целях решения вышеуказанных проблем по поручению Акима области для обеспечения занятости трудоспособных граждан с ограниченными возможностями был создан портал «Инбек Кулдау». На портале «Инбек Кулдау» размещена информация о трудоспособных гражданах с ограниченными возможностями в разрезе районов и города. В рамках квота любой работодатель через данный портал может проявить интерес к нужному ему работнику с ограниченными возможностями. Эта информация одновременно предоставляется в Центр занятости, где данный орган будет принимать меры по трудоустройству гражданина. Я хочу пригласить наших работодателей активно принимать участие. Дело в том, что рабочие места создаются в основном в сфере бизнеса. И хотелось бы, чтобы наши бизнесмены, работодатели приняли активное участие в производстве людей с ограниченными возможностями. Потому что у нас очень много людей, которые могут работать и есть самое главное желание работать. А наша задача в местном спорте – оказать содействие в трудоустройстве именно людей с ограниченными возможностями. В настоящее время на портале вносятся дополнения и формируется мобильное приложение. Таким образом, при поддержке государства разрешается проблема не только занятости лиц с инвалидностью, но и вовлечения их во все сферы жизнедеятельности.